В эфире программа «Городские встречи». Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях руководитель регионального отделения Юнармии в Рязанской области Михаил Невдах. Здравствуйте, Михаил Александрович! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, Юнармия, что это за движение, для кого оно создано и чем молодые люди в рамках этого движения занимаются? Юнармия – это общероссийское движение подростков и юношей, которое главной целью ставит воспитание патриотов Отечества. То есть это военно-патриотическое движение, если так коротко говорить. В это движение принимаются дети и подростки в возрасте от 8 до 18 лет. Как я сказал, главная цель этого движения – это воспитание патриота Отечества. Патриота Отечества не вообще, а того реального человека, который бы знал историю своей семьи, своего рода, своего государства. Гордился этой историей. И если в истории рода государства были какие-то негативные моменты, чтобы он понимал, что эти моменты надо исправлять. Что Отечество, Землю никто не может защитить, кроме нас самих. И неважно, кем он станет – военным или он пойдет и будет реализовать себя на гражданском поприще. Главное, главное, чтобы он, еще раз говорю, гордился своим Отечеством и делал все возможное для того, чтобы это Отечество крепло, развивалось. Чтобы нам в нашем Отечестве жилось свободно, легко и прекрасно. Если конкретизировать, чем молодые люди занимаются? Как я сказал, с 8 до 18 лет детишки вступают в ряды армии. Мы сейчас создали практически во всех муниципальных образованиях первые юноармейские отряды. И создали их в школах. Поэтому нами разработаны программы для школьников 1-го, 4-го класса, 5-го, 9-го класса и 10-го, 11-го класса. Где предусмотрены в этих программах часы, аудиторные часы, 36 часов по этой программе, специальные вопросы, где еще более углубленно изучаются вопросы истории Отечества, необходимости защиты Отечества, в том числе и вопросы искусства, в том числе и физического воспитания. Это как будто уроки вне классные, да? Да, это вне классные уроки, это дополнительные, но они аудиторные, то есть они проводятся в школе. У нас очень большое количество занятий планируется к проведению в воинских частях. У нас соответствующая договоренность есть с воинскими частями. Почему? Потому что куратором на федеральном уровне этого движения является министр обороны и генерал армии Сергей Кужуетович Шойгу. Поэтому соответствующее указание дано в воинские части. И мы используем базу воинских частей. Это вооружение, это техника. Вот, например, как в начале октября, когда были сборы на территории Воздушно-Центрного училища. Да, вот расскажите про этот сбор. 29-30 сентября, 1 октября, на базе учебного центра и десантового училища, на котором присутствовали представители юноармейских отрядов всех муниципальных образований. Это где-то 220 человек у нас было, там ребят. Все они были переодеты, одеты в юноармейскую форму. Ну, юноармейцы имеют свою форму. Это красный такой бордовый красивый берет. Это брюки, это куртки, это берцы. Вот, форма очень красивая, ребятам она нравится. Ну и знак. Это в полевом лагере десантников, где были созданы соответствующие условия. На то время курсантов там не было, и вот они занимали те помещения, которые курсанты занимают десантное училище при выходе в полевой лагерь. Вот. Была сделана хорошая экспозиция техники вооружения воздушно-десантных войск. МЧС, ДОСАВ свою технику представил. Вот. И ребятам показывали технику в статике, затем в динамике на полигоне. Потом были с ними проведены стрельбы с боевого оружия. В том числе они метали учебные боевые гранаты. Вот. С ними проведены занятия по истории Отечества. С ними, перед ними выступили уважаемые, достойные люди земли Рязанской и герои Советского Союза, герои Российской Федерации. Вот участники движения до этого принимали присягу, это так. А в каком возрасте и сколько человек на сегодняшний день уже приняли присягу? Значит, у нас сейчас по-разному в муниципальных образованиях. Допустим, в Скопину вступило 80 человек. У нас в Рязани пока 30 человек. Но эта работа сейчас активно проводится. То есть не 30, а 45 человек. В других муниципальных, значит, наших организациях в пределах 15-20 человек. Ну, где-то уже сейчас за 700 человек юноармейцев. И как можно вступить в ряды юноармейцев? Ну, пока, как я сказал, мы комплектуем юноармейские отряды в школах. Для этого надо обратиться к куратору в школе, что я желаю быть юноармейцем. Будет собрание юноармейского отряда, где будут рассматривать. Потому что там и некие критерии предъявляются к юноармейцу. Каким он должен быть? Что это должен быть? Ну, даже если у него есть элементы некие непослушания, значит, он должен быть готов себя более дисциплинировать, более организованным быть. Наша цель-то и заключается, чтобы там, образно говоря, и плохиши были. Но плохиши с перспективом перехода в таких хороших, надежных ребят. А девочки могут поступить в ряды юноармейский отряды? Вот в том-то и состоит интерес нашей организации, что в организацию входят и мальчики, и девочки. И у нас вот при проведении первообластного слета, о котором мы говорили ниже, у нас где-то 30% девочек было. Вот. И причем девочки, они хорошую фору иногда мальчикам дают, и мальчикам надо подтягиваться на их уровень. Это очень, я считаю, хорошо. Ребята уже наверняка делятся впечатлениями. Да, да. Вы знаете об их мнении по поводу юноармии? Безусловно. При закрытии вот этого первого слета 30-го числа в Сельцах я был, я с ребятами встречался. Я спрашивал их впечатления. Вот. Конечно, у них впечатлений очень-очень много, эмоции положительные. Ну, первое, это размещение, вот, в таких экстремальных бытовых военных условиях. Второе, питание было с полевой кухней, и то питание, которое, ну, в общем-то, делает из мальчишки солдата. Потом, то, что они не просто там в кино видели, они общались с курсантами, с теми ребятами, которые выбрали свои профессии на профессиональном уровне. Это профессию защитника Отечества. Потом со старшими. У них эмоций очень много. Я вот сделал вывод для себя, что после вот этого слета ряды нашего юноармейского движения везде, они будут шириться. И сейчас в школах там пойдет, как говорят, вал обращений, я в этом не сомневаюсь. И руководству придется немножко шевелиться, чтобы... Потому что ребята, ребята соскучились, они хотят быть более организованными, хотят, чтобы, образно говоря, тлетворное влияние улицы уходило, а приходило на смену что-то очень-очень интересное. И вот таким вот интересным и является юная армия. Спасибо вам большое за беседу. Мы желаем вам успеха в вашей работе. Телезрители напоминают, что в гостях у нас сегодня был руководитель движения юноармии в Рязанской области Михаил Александрович Невдых. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова